Вы смотрите видео-версию проекта «Возьми меня, мама». Обычно мы рассказываем истории о детках небольшого возраста, но сегодня наша героиня Аня. Девочке 14 лет, и родительская поддержка ей нужна не меньше. Аня. И только так. Девочке не нравится, когда ее называют ласковой Анечкой. Аня даст фору любому мальчишке. На физкультуре она отжимается по 50-60 раз, а то и больше. Занимается легкой атлетикой и всегда первая на соревнованиях. Физкультура, наверное, твой самый любимый предмет, да? Нет. Нет? А какие? Изо. Изо? Вот. Что ты рисуешь? Аниме. Аниме? И мультики-аниме смотришь? Нет. Или комикс-аниме? Нет. Я смотрю иногда кино, иногда страшилки. Но это в редком случае мультики. В редком. Откуда ты вдохновение черпаешь? Не знаю. Когда скучно, я рисую. Вот. Распечатываю, потом это срисовываю. Есть у девочки цель. Она мечтает стать художником. С нового учебного года Аня ходит в художественную школу и собирается еще и на кружок дизайнера. У девочки золотые руки. С пяти лет она делает украшения из бисера и сейчас ездит со своими поделками на конкурсы в разные города. За эту композицию «Африку из бисера» она получила гран-при конкурса творческих работ. Вот она собирала небольшие, допустим, животных из книги, да, собирала. И потом мы с ней решили композицию вот такую сделать. Давай сделаем композицию, да, Аня? А этих забавных девчонок Аня мастерила полгода. Она вообще усидчивая и начатая всегда доделывает до конца. В нашей группе она живет уже восемь лет. Пришла она к нам маленькая, очень даже. Немножко дикая пришла. Очень много пришлось с ней работать, воспитательную работу проводить, беседы. Вот девочка была такая немножко замкнутая, замкнутая. В данный момент сейчас она у нас как-то выросла на глазах, стала спортивная, красивая. Девочка вроде можно сказать, что и сложная, но и в то время она поддается воспитанию. Аня стремится быть самой лучшей и добивается поставленных целей. За ее хрупкой внешностью и скромностью скрыты большая выдержка и сила. Но это не значит, что юному лидеру не нужны родители. Напротив, мама и папа станут для нее главными наставниками в жизни.